По этому двору машины буквально плывут. По всей улице разлились реки талого снега. Жители срочно ищут калоши. Без специальной одежды не справиться. Обязательно приходится резиновые сапоги на себя, на детей и с коляской. Сами понимаете, прямо по луже. У нас в доме живут бабушки, которые хромают, тяжело. Они вообще сейчас не выходят из дома. По словам жителей, ливневка здесь есть, но с паводком она не справляется. Вместе с талыми водами в канализацию попадает и мусор с улиц. От этого стоки засоряются. И таких дворов сейчас много. Например, здесь, на Симферопольской, люди тоже ходят кругами. Сейчас еще откачали, так поменьше, а то в уровень с этими споребриками вода стояла. Вот видите, обходим вдоль дома. Одна ливневочка вон там должна быть. Она замерзла. И здесь где-то еще одна. Вы ее несите сколько лет? Все. Она засорена? Конечно. Ее прошлый год еще чистили, а в этом году и осенью никто ничего не чистил. Впрочем, куда будет уходить вода, в этом дворе все же придумали. Продолбили поребрик, чтобы она стекала в канализацию. Вот только толку от этого мало. Такая самодеятельность делает все только хуже, говорят специалисты водоканала. Колодцы, предназначенные для хозяйственно-бытовых стоков, не рассчитаны на лишний объем воды, тем более с песком и мусором. Переполнение приводит, соответственно, может привести к подтоплению подвальных помещений, кизливых стоков на рельеф. Плюс, соответственно, вместе с снегом, с растаявшим снегом в наши сети еще попадает поверхностная взвесь. Строительный какой-то мусор, листва, песок и так далее. Что приводит к заелению и, соответственно, как правило, к отказам в работе сетей канализации. Часто подводит и отсутствие во дворах дренажной системы. Например, здесь вода сама стекает в колодец и топит подвалы жителей. Ну, то есть вот эта вот лужа, она, получается, стекает, да, и получается колодец у нас ниже уровня, так. То есть видно, что здесь тоже перед открытием колодца стояла вода. Чтобы с улиц быстрее уходила вода, коммунальщики еще до паводка начали активно чистить ливневую канализацию. Привели в порядок четыре сотни участков возможного подтопления. Все эти работы завершены. На настоящий момент ВАИС работает в штатном режиме. Осуществляет плановую прочистку магистральных сетей и по мере необходимости прочистку дождеприемных колодцев. Для борьбы с данной проблемой мы используем спецтехнику. То есть спецтехника откачивает воду и, соответственно, производится прочистка от мусора канализации. Сейчас за работой ливневки следят квартальные. Однако многое зависит и от самих горожан. Чтобы вода с улиц уходила быстрее, главное не засорять своим мусором стоки. К потопу во дворе может привезти даже обычный полиэтиленовый пакет. Юлия Нашкина, Иван Быков. Главные новости Екатеринбурга.